В своем послании у Али Маджлису 28 декабря президент Узбекистана уделил особое внимание будущему нашей молодежи. Разумеется, такой сигнал подрастающее поколение восприняло с большой радостью, ведь впереди молодым людям открывается все больше перспектив, а площадка для самореализации становится шире. Например, в минувшем году принята специальная госпрограмма «Ершлар Келля Джагемыс». Этой и другим темам сегодня была посвящена очередная сессия молодежного пресс-клуба. Развивать, ускорить, изменить, совершенствовать, упростить, улучшить. И еще множество слагаемых успехов дальнейшего развития и процветания нашего государства обозначены в послании президента Узбекистана парламенту страны. Реформы коснутся абсолютно каждой сферы, каждого направления. Все эти задачи решать нам в самое ближайшее время. Эти и многие другие вопросы обозначены в повестке дня дискуссий, соправших на единой площадке молодежного пресс-клуба представителей Союза молодежи Узбекистана, различных организаций, депутатов, представителей сферы бизнеса, творческой интеллигенции. Работа с молодежью, как отмечалось, составляющей почти половину населения страны, впредь будет одной из основных задач на перспективу. Широкому привлечению молодежи к предпринимательству, обеспечению ее занятости будет способствовать дальнейшее расширение деятельности фонда «Молодежь. Наше будущее». В этом году, как отмечено в послании, фонду будет выделено более 2 триллионов сом. За счет этого создано свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Этот год объявили годом активной инвестиции и социальное развитие. Именно наше направление, в котором работает наш центр. Республиканский центр молодежи и детей с ограниченными возможностями Угры и Союза молодежи. Очень большое внимание уделили молодежи. Именно молодежи с инвалидностью, двухпациентная квота, поступление в ВУЗы бесплатное. Это счастье для них. Я думаю, что очень большое внимание будет уделяться именно молодежи с инвалидностью. И мы будем развивать эту сферу, делать большие проекты именно в защиту прав для этой молодежи. Я думаю, что мы многим поможем поставить их на ноги и найти себя в этой жизни. В послании президента было сказано о проделанной работе в 2018 году и была назначена задача на 2019 год. И, конечно же, молодежный вопрос занимало центральное место, в первую очередь, в сфере образования. Было сказано, что молодежь с 3 лет до 22 лет в развитых странах, они очень много вкладывают инвестиций именно в этот период. Это в 15-17 раз возвращается этому государству. Подытожив дискуссии, обозначили планы на перспективу.